Теперь право на проездной со скидкой имеют те, чья пенсия ниже двух размеров прожиточного минимума, то есть не достигает 15 400 рублей. Такое решение Вениамин Кондратьев принял после встречи с пенсионерами. Перечень категорий, которые смогут воспользоваться льготой в общественном транспорте, остался прежним, в их числе инвалиды, труженики тыла, участники Великой Отечественной, ветераны труда, пожилые люди старше 80 лет и школьники из многодетных семей. После введения критерия нуждаемости изменения коснулись пенсионеров. Год сложный и возврат к льготам станет дополнительной нагрузкой на бюджет, отметил губернатор. Однако от социальных обязательств отказываться нельзя. Корректировать и без того ужатый бюджет очень сложно. Надо сделать так, чтобы экономика продолжала не только работать, но и развиваться и сохранить имеющиеся льготы. Нам надо принимать решение, и мы обязаны его принять. Сбалансированное, грамотное, взвешенное решение. Мы не можем пустить под откос одно ради того, чтобы другое продолжило движение. Если это вчера был расход, который мы могли компенсировать или который не так ощутим, то сегодня это дополнительная нагрузка. Это реально. Это ситуация, которая сегодня нас ждет. И эту дополнительную нагрузку нужно будет как-то компенсировать по-любому. Но мое глубокое убеждение, что, конечно, пенсионеры это не та категория, на которой, конечно, надо экономить. Это тоже правда и мы не можем не учитывать. Поэтому нашли вот такое оптимальное решение. Когда мы принимали предложение о том, чтобы сократить количество льготников, речь шла о том, что нужно было изучить мнение людей с тем, чтобы можно было, значит, принять какие-то соответствующие поправки. Но не было организовано изучение общественного мнения, и население очень спокойно отнеслось к принятию этого закона. Нужно делать так, чтобы в перспективе, значит, у нас такого больше не случалось. Если принимаем какой-то закон, принимаем нормативный акт, то нужно организовывать и его изучение, и организовывать порядок применения на территории. Всего на повестке дня у депутатов более 40 вопросов, среди которых закон о нарушении землепользования, а также план работы кубанского парламента на предстоящий год.